1945 какая милота майни с вами всем привет и сегодня с реакция на видео с канала дима масников называется но тот самый страшный лес в японии вы понимаете как в лесе говорится речь провел там ночь погнали смотреть как понимаю название то что страйк или ролик где мы поняли чтобы избежать блокировки ролик да будем называть локацию тот лес ну это очень не любит всяких слов этих стрёмных ваших до эту нормально мы ведь лес прок мы тесто на любим чуть меньше но любим и проклят каждый кто смелится войти в него красивенько я был в лесу 12 раз пока не жутко показать очень красиво и прежде чем у кого-то фас напоминает я расскажу свою историю точно я думаю почему не едут по левой стороне левосторонних движения точно в общем япония япония для вас тот самый лес в японии три года назад я как автомобили знаете заметил страны закрылись и вот только спустя три года япония стала пускать туристов ребята и мы едем туда будет интересно на самом деле потому что ну во первых япония там человек идет я строить человека в лесу конечно еще в этом лесу япония страна одиноких ну да 12 часовой рабочий день постоянная высокая конкурсия пояда страна пчелок трудоголиков там конечно к работе отношения совершенно другого никак у нас чем-то это хорошо но уже здесь все там же в себе все это праздновать до боясь до абсолюта они могут врубить свою личную жизнь но он и чтобы работал это щит спокойств и находит его там ауки гахара гигантский лес у подножья фудзиямы который известен как лес где люди делают собой то что мы не поддерживаем и не пропагандируем как вы поняли они раньше времени уходят из жизни ежегодно в лесу находит около ста тел тех кого нельзя называть этот лес является известным местом силы в японской мифологии обалдеть да что вообще такая вот такое явление существует да по это дело что это происходит по всему миру но там прямо вот эта концентрация такая а затем на в том лесу и стариков которых не могли прокормить все это наложило печать паранормального на это место то ну и понятно о нем говорят местные жители ауки гахара или ауки гахара дзюкай это место для того что нельзя называть проклятое место духи мертв которые не обрели покой множество склоняются под дзюкай и заманивают на тот свет случайных путников затягивают беду говорят что это очень сильно чувствуешь там очень сильно москва это чудо вылета да получается там лес я посмотрел выглядит как темный лес из гарри поттера созидала очень похож вообще кстати похож идеально кстати да даже если ты ни на что не уткнешься там зная историю этого леса он становится не по себе конечно самое важное это то какие цели поставила наша экспедиция во время поездки в тот самый лес в первую очередь это проверка паранормальности ауки гахара так как интернет заполнен гигантским количеством роликов и телепередач где люди становились свидетелями чего-то сверх естественно в этом лесу вину лесует волшебно мне на самом деле нравится внешний вид леса он такой вот не тронутый знаете вот это на несколько примеров о Субтитры делал DimaTorzok Ужасающие находки Остальные наши цели связаны с проверкой легенд, которыми кишит весь интернет Считается, что любой, я повторюсь, любой, кто заходит в чащу этого леса Обязательно находят какие-то элементы одежды Личные вещи тех людей, которые уже не вернулись из этого леса А порой люди находят и кое-что пострашнее Ну, понятно, что В этом месте стоит гробовая тишина Считается, что из-за плотной растительности И постоянно меняющих Ну да, везде мох, а мох неплохо поглощает звук То есть, как бы, вот это вот эхо даже поглощает неплохо Потому что он пористый На самом-то деле, да, там будет очень тихо То есть, будет только шелест Шелест какой-то, возможно, слышно Там плохо распространяется звук И лес как будто погружен в умолчание Говорят, что магматическая порода, на которой и вырос лес Ауки Гахара Обладает магнитными свойствами Поэтому компас на местности Я думаю, сколько там всех приколдесов происходит Более того, там не работает мобильная связь Ага Но самое важное Как наша троица будет все это проверять Но об этом чуть-чуть попозже Сначала надо до Японии добраться О, они еще и втроем будут проверять Но это круто А тут Даник будет Дима И сударь, наверное Или кто Япония прекрасна Не знаю, я обожаю Вот Гляньте на эти дороги Вы гляньте на вот этот цвет стиль Не знаю, мне нравится Мне нравится Япония Хочу побывать там Очень хочу побывать там Я скажу так Я думал, что Я как представляю Мы приедем Тут город весь светится В неоне В вывесках В картинках В покемонах Ничего нет Ощущение На самом деле Если бы я проснулся Я оказался бы здесь Если бы не было вокруг людей Я подумал, что я скорее всего Может даже где-то в Москве Ну они прям очень поздно приехали Как я понимаю То есть прям вообще Очень позднее время Людей нет А в Токио Очень большая плотность Населения Как мы их будем проверять Все очень просто Мы будем это делать Отдельно друг от друга В полном Адеморчестве Безумцы Дааа И без сударя Клан такой Страшновато Днем Отправляется Наш оператор С палаткой Я думаю, что В течение дня Это вполне Выполнимая задача Дальше мы определим Три точки высадки Блогера В разных Противоположных Частях леса Наша задача Будет в течение ночи Сойтись О палатке Поправка Постараться Сойтись Около Палатки Как конверт Какой-то выглядит Ох, матерь божья Друзья, мы сейчас Впервые Подъехали Еще и дождь Класс И Это Это Не, ну мы смотрим Просто проезжаем Даже на машине Сейчас мимо леса Видно, что он очень плотный Видно, что он очень глубокий И постоянно Там ландшафт меняется Я уже не могу представить Как я здесь Давайте выйдем из машины Я хочу посмотреть Воочию Откройте Левую дверь Твою мать А ну Не, ну это красиво Не знаю Мне нравится Как выглядит Я не вижу Ничего зловещего Это очень странно Но Я там вижу Наоборот Какое-то естество Вот Каждый год Достают по 100 тел Но это не очень хорошо Идеальное место Кто-то верит, что здесь Обитают духи Я не знаю Но в лесу что-то есть А те, кому приходится туда ходить Я слышал Что видишь Висящих В петле мертвецов Но через секунду Это видение Исчезает Мать Твою мать Твою мать Чувак Выйди Иди сюда Дружок Я понимаю Левень Подожди Нам сейчас надо разобраться А как мы эту задачу Сделаем Которую мы хотим Ну очень тяжело будет Чуваки Очень тяжело Идет дождь И нам уже тяжело Подняться на эту гору Потому что ты постоянно Об эти корни Которых Очень много В этом лесу Спотыкаешься И с всей системой Идти это просто Ты осознаешь Ну да Они все идут с аппаратурой Одно дело Когда ты без аппаратуры Идешь Окей Типа норм Но когда ты едешь с аппаратурой С аппаратурой Это конечно проблемненько Спустя три года Преодолев огромное количество Испытаний Проблем Потратив невероятное количество Сил, времени И денег Мы здесь Это тот самый лес В Японии Добро пожаловать В Акиугахара Ну красиво же Поставь сюда музыку Знаете Какой-то Ту-ту-ту-ту Ту-ту-ту Ту-ту И такой Красота Ну гляньте Водичка капает Ну пока Типа ничего Стремного Не показывают Все нормально Все нормально Акигахара И если остались Там без запасов пищи То легко удариться В панику Даже посреди Ясного дня Из-за мощных Крон деревьев Царит темнота И сырость Подземелья Так парни Надо будет Над планом Поработать конечно Только заряжаемся Энергетикой Этого леса И начинается Тайфун Начинается Жесткий дождь Ветер Открывай 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 Давай Завязай Все Открывайся Есть вероятность Что мы ничего Не снимем Ну пи*** Ну это Это реально Я понимаю Что мы потратили Много времени На перелеты Все такое Но вот ты представь С оборудованием Со светом Идти в темноте Где есть дикие звери В местной магазина Продаются колокольчики От медведей Ага Колокольчики От медведей Это помогает Как это работает Как это работает Он может провалиться В любую пещеру Мне интересно Если мы вечером Выходим И в темноту уходим По темноте Насколько реально дойти Я думаю Один точно не дойдет Что простите Второй Испытать будет сложности Самый сильный доберется Я надеюсь Что он ошибается Тут наверное Самый главный момент Стоит в том Что когда ты идешь По этому лесу В темноте Светишь фонарем Вот эти корни Расщелины И так далее Будут у тебя рисоваться В воображении Чем-то Ну дико страшным Действительно Ночью Вы попадете Ночью будет страшно Самый страшный Ночной кошмар Эта поездка В Японию Была моей Невероятной Мечтой Естественно Мы накопили Огромное количество Отснятого материала Про эту страну Его часть Вы можете найти По ссылке в описании В моем телеграм Канале Вот прикольно Например во время Первой ночной разведки И знакомства С Ау Кигахара Мы столкнулись С полицей И таких моментов Огромное количество Все это В телеграм Канале Но Более того Мы решили Всей лигой Сделать вам Невероятный подарок Я объявляю Японские дни Лиги Начиная С завтрашнего дня Согласно Вот этому Росписанию У каждого Нашего блогера Выйдет Эксклюзивный ролик Связанный С этой Е-мое Сука Они Ты вези Ребят Супер Стас Класс Японская еда Макдональдс Японский Я буду Панул Сейчас могу Макдональдс Если честно Я буду Панул Я очень устал Не до конца Уверен Все-таки Что это оно Но честно Я уже мало Что понимаю Ребята Меня Должны Отыскать Вот она Точка Теперь нужно Расставлять палатку Ночевать в палатке Одна такая ночь И можешь поехать крышей Для призраков Это уже будет Как преднамеренное вторжение В их мир И они будут мстить За нарушение их Зыбкого покоя Ну все Пресс-ф кому-то Будет Как же в призраков Не веришь Тогда все нормально Будет Ты остаешься Наедине Самим собой Сударь Твое время Пришло Ля Ну система Классная Кстати Очень крутая система Вы бы знали Как это все Сложно делается Вот эта вся техника Особенно Вот эти все Риги Классно Вылет круто Очень профессиональная Так С кем у тебя Подобная Все понятно Все будет Давай брат На всяких пожарных Мне кажется Это не понадобится Никаким образом Но У тебя медведи На всяких пожарных Время идти Покуда И видишь Как машина уезжает На сознание приходит Куда ты идешь И сколько тебе придется Идти Что Шоу начинается Мы же первого сударя Высадили И я понимаю Что буквально Через несколько минут Со мной будет то же самое Основная камера пишет Звук пишется Давай все нормально будет У тебя максимум Съедет медведь Спасибо Очень приятно Не ну что Ребята Не переживайте Если не записали Там видео На вперед Все нормально Все живы Спойлер Ребята Все выжили Интересно Тогда уже Смотри Ладно Интересно И слабо Все выжили Собраться С мыслями И постараться Сделать реально Качественный Хороший контент Такая детство Сплошная Схематика Максимально простая 18.35 Твой старт Леса Ни раньше Ни позже 18.35 Мы по команде В одно и то же время Все заходим Смотришь по Айртегу Где находится Денчик Сверяешь ее с компасом Потом закрываешь телефон И телефоном больше не пользуешься Встречаемся около палатки Как же жестко Как же жестко Мать твою Мать твою Ну все Ну все Как это Ё-моё Что Ну все Ну все Это Я не понимаю Это что за Может меня надо проверить На призрака Может мои призраки Управляют Ребята Здесь кто-нибудь есть Я бы сейчас Поел Этим звукам Привыкнуть Очень сложно Вот когда видишь Все что происходит Вокруг На местности Тогда становится Как-то спокойнее Когда ты внутри Палатки сидишь Закрытой И слышишь шорохи Какие-то шаги Треск деревьев Ощущение что Весь лес Просто смотрит На тебя со всех сторон А я это не понимаю Я это не слышу Я не вижу Обстановку Я внутри А с другой стороны Если я буду находиться Очень долго снаружи Я просто Замерзну Промок На замерзну Это вместе Стоит Грубовая тишина Неправда Неправда Не выдвигаться Собрали булки Я захожу Там не грубовая тишина Там просто По-другому Акустика сделана Акустика Там совершенно другая Из-за моха Из-за мха Из-за мха Моха Неправильно Слово Из-за мха Но Наверное Что-то не может Там животные Дикие В конце концов Насекомые Много-много Другого Как там Может быть Тишина Даже Если вдалеке Ты не будешь Смотреть Других Животных Да Например То вблизи Ты будешь Тишить Со мной Я не такой Как все Я всегда Это чувствовал Я как будто Прячусь В этом теле 27 лет Я хожу На одну и ту же Работу Где меня Не замечают Но здесь Я другой Я сильный Потому что Меня боятся Лес Разговаривает Со мной Все Павел Шизусловил Он принимает Меня Пресеп Шизусловил Все ясно Все ясно Здесь Я могу Делать Все Что захочу Нельзя Даже не думайте Ночевать Дзюкай Это слишком опасно Нельзя Все С меня Хватит Я больше Хочу с вами Говорить На такие Темы Хватит Хватит Ребята Вы просто Посмотрите Какой Это лес Прикольный Охренеть Пойду пока По тропинке Как можно Глубже Так У меня просто Качество Есть Выше Еще Ближал Кше 4К Я захожу В лес И думаю Еще Светло А мне Уже Страшно Давайте Я вам покажу Немножко Местность Пока Светло Смотрите Сколько Корней Сколько Неровностей Первые 10 метров Когда Я прошел Вот Здесь Находятся Скалы И камни Они покрыты Мхом Также Есть Провалы Под этим Мхом То есть Ты можешь Наступить На корни Дерева И провалиться На низ Вот Например Как приблизительно Сейчас Я осознал Насколько Будет Сложно Идти Сложно Будет Собраться Не тропинки Ж Ходить Ночью Не протопнут Тропинки Птица Че? На птицу похоже Там птица Явно птица Как будто кто-то горет Дорогая маска Кто-то Да Если кто-то Так пройдет Мимо меня Ночью Я Ну Я просто Постараюсь Делать так Чтобы я Вырубился Замученный Дорогой Я выбился Из сил И в доме Лесника Я ночлега Попросил Чья-то обувь Это ботинок Чей-то Ля Очень жутко Встречаю подобные вещи Ну да Когда Понимаешь Историю этого леса Что происходит В этом лесу Надеюсь Это будет Единственная Находка моя За это Приключение Ребята Я не знаю Чем пахнет Но Пахнет Тухляком Кто-то идет А помогают Колокольчики От медведя Куда он Барень какой-то был Ну да Почему я так делаю У меня что 3D экран Вроде нет Что он делает Ладно Пока здесь Довольно много людей Здесь рядом Пещера В которую все Ходят А ладно Да Это просто Мне вон туда Надо идти Проверить Насколько Исправно Работают Компасы Из-за того Что ты обходишь Постоянно Какие-то Карения И прочую Ерунду У тебя сбивается Прицел Совершенно Так друзья Уже начинает темнеть О тропинка Уводит туда А мне вот в эту сторону Блин Не по тропинке Отстой Главное Смотреть Под ноги Чуваки Туфля Еще один день Туфли нашел Что хочу сказать Первое впечатление Нереально сложно идти Когда я смотрел По картинке Я видел Что лес Не густой То есть Деревья Посажены так Что пройти можно И кустарник Не такой здоровый И мне представлялось Что вот эти вот Условно говоря Три с половиной Четыре километра Которые нам надо Пройти по этому лесу Это полная ерунда Сейчас пройдя Ну сколько метров Пятьсот Ну что-то хрустнуло Сколько метров Пятьсот Сколько метров Пятьсот Не понимаю До сих пор Как работает Надо будет Почитать интернет Колокольчик От этого Кто-то ходит Давай Все нормально будет У тебя максимум Съезд на дверь Ну да Ну да Тут охотят Явно Ветки Скрипят Хрустят Скрипят Дорогая маска Такой медведь Ну ладно А ну Я был рядом Я не знаю Слышно он был Или нет Но как только я спросил Если кто-нибудь есть Из чаще лес Донесут как О да Похоже на медвежий Кстати реально Медведей Такой звук Могут выдать Ну да Сремно Медведя Не хотелось бы убить Конечно Местные здесь Называют призраки Ушедших По собственной воле Людей Юрей Постоянное ощущение Что кто-то ходит Как будто где-то Кто-то ходит Дорогая маска У меня полное ощущение Что Как будто кто-то ходит Дорогая маска Чтобы не медведь Ну что Ну что Как у них дела Они только зашли в лес Еще даже не стемнело Ну хорошо Ладно Понятно Time to integration Ну это автор покушает Это хорошо Телепузик Теньки-винки Липу Блин Это что за мразь Это телепузик Это телепузик Блин Не шарит вообще Это че это обувь Представьте Вы идете ночью А тут телепузик Нормально Неожиданно Видите вот это Ну что Я в самом начале пути Нашел Чью-то туфлю Наверное В кадре Непонятно Что я сильно Испугался Но В душе Было честно это выглядит очень крипово очень крипово вот так вы знаете рисует юреев оставим-ка мы его здесь телепутик пауки пауку фукуть вращающие у вращающих бросающий ужасающие и ужасающие находки ну да находки есть явно если все нашли что по одному я в это верю что найти в лесу можно тем более в таком лесу как бы факт о том что туда приходят люди и вы понимать чем я есть не полюбал подтвержденный Поэтому 100% вещи будут доходить Когда вдалеке Делает ленточка Весьма неприятно становится Где она и потеряла Вот она Господи А что случилось? Как Димон ходит с этими наушниками Похоже на скрип аппаратуры Возможно где-то крепление скрипеть начало Это вполне возможно Вот чтобы вы понимали просто Капец яма Вот яркий пример Просто подразмер на гил У кого-то дырка Здесь во мху Это непроходимая часть Вообще Что бы если вы понимали Это все идет дальше Вниз Ну да Опять же многие сейчас Может в комментариях напишут Типа да я там бы прошел Ребята и звать уж у них Огромная дрына Которую они держат в руках Мне слишком опасно Мне кажется что я уже Сбился с маршрута Видимость Ну а веночку слабо Поплотил нормально Очень сложно идти Пока что я не заметил никаких Невероятных пентесенций Связанных с компасом Вроде бы Я иду плюс-минус В одном и том же направлении 19.45 Ммм Такая милота Скалопендра Где такие Возятся Скалопендра Меня никто об этом не предупреждал А ты что думал Отолез Блин Какие они прикольные Они стремные Но прикольные На видео В жизни я бы тоже Я же тебе только что Скалопендра Не ну прикольные Прикольные Выскочит И от него побегу И от его детей Дарьки И маска За мной как будто Кто-то идет Мы постоянно Еще видим Что за мной кто-то идет Дарька И маска Кто тут Твое ображение Рисует Просто такие Картинки Ну реально Давай Дарьки Меска Это Что за звук Что это такое Вообще Длинный Войт Что За животное Может издавать Такой звук Медведь Наверное Пора включать Режим госпастера Пора переходить В зеленку Отшот Жмек Я у***л Двенадцать человек Полиция не разбиралась Находила человека В петле И даже не проводила Экспертизу Они-то знают Что это за лес Почему я это сделал Почему я это сделал Смажет Прям Лес Смажет Понятно Лес Просил Все ясно Он стынал и вешал Он показал мне Кто я на самом деле Здесь Здесь красиво По тропинке прогуляться Не по тропинке Вот прикольно прогуляться Вот реально Здесь я решаю Кому жить А кто должен уменить Что YouTube Это все придумано Ну YouTube Ну ты-то знаешь Желтый значок Не должен появиться Потому что Объективно А тут ничего такого Вообще ничего такого Не произошло Все окей Все нормально А история То выдумано Это все нормально Я уже Не знаю Насколько я обошел Стараюсь держаться курса Но что-то мне подсказывает Что Немножечко Не в то русло У меня все пошло И тут Я иду И наступаю На это Это не змея Что-то Ремень какой-то Это переклинило Это Это что-то С чем-то Это сраный ремень Он блестит Как Змея А я не знаю Какие змеи Конкретно там Воятся Как я Да я верю Я верю Тоже Все нормально Начинается Начинается Блин Начинается Ну ты не видишь Ничего практически А то что ты видишь Заставляет Твое воображение Играть Дорисовывать Как будто кто-то Пробегает Как будто Какие-то звуки Начинаются Так ладно Наш мозг Нас имеет Во всех позах Ребята Это может быть Винтка упала Что это такое Смотрите дальше Челлендж На грани фантастики Все в пути Все в пути Все в пути А че так Опа Часы Идут Потрепанные Не не идут Остановились Сейчас Три минуты Ребят Время Ну рядом Рядом Как будто Что-то Произошло Здесь Сейчас На три То есть Через Семь минут Какое Совпадение Жесткое Может Это Час Дня Это Аналоговые Часы Поэтому Простите Друзья Сейчас Ровно Час Ночи Буквально Через Три Четыре Минуты Будет То Самое Время Которое Указано На Часах Даракая Москва У меня Есть Одна Идея Сейчас Я буду Сидеть В лесу Океагахара В полной Темноте Классная Идея Братан Вообще Идея Отличная Вот Часы Если Че Их Видно По Одну Господи Как это Жутко Я себя Напасал Что-то Немножко Я Уставший Сегодня Даракая Маска Даракая Маска Я не буду Ребят Врать Корчить из себя Смельчака Мне правда Было Очень страшно Можете Даракая Маска Либо меня уже Ключит Даракая Даракая Маска Что это Опять Тоже Звук Может Это Волк Кстати Волки Есть Там Примегает Не осталось 2% То есть В случае Чего Даракая Маска Часы Нужны Часы Не надо Так Я сначала Отклонился На 40 градусов К югу Комары Потом У меня Было Отклонение Еще на 30 градусов Получается 70 Я Напоролся На Азарай Потом Расчелина Куда Если я Сейчас Пойду Просто По определенному Курсу Который У меня Задан Я могу Просто Проскочить Мимо Палатки Да Разгай Маска Какой-то Происходит Тусал Стремно Сидел Уже Здесь Практически 15 минут Поэтому Я думаю Надо Собираться Да Река Маска Я вот Абсолютно Не знаю Правильно Я иду Или нет Что это У нас там Балтика Семерка Банка Банка Просто чад Все нормально Кто-то крикнул Я сейчас Зачетливо Слышал Голос Как будто Кто-то Позвал Да Блин Нахер Я его Выкинул Я туда Я туда Не понял Ага, а это что такое? Интересно. Это что за капище такое? Блин, господи. Это место заряжено неправильной энергией, начиная от основания леса и заканчивая верхушками деревьев. Даже если вам удастся найти дорогу обратно, то вы унесете совы проклятия. Будете болеть, приносить несчастье и беды себе и окружающему. Это что за капище такое? Летел насекомое. Брысь, 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 что летает? Перед поездкой просто начитались про шершни воробьев. Шершни воробьев? Азиатские шершни имеют очень токсичный яд. При попадании в кровь он разрушает нервные клетки и способен вызвать анафилактический шок. Чего? Она, получается, догнала меня прямо до этой штуки. Как здорово. Ну, тут два варианта. Либо это какой-то местный обычай, либо спортивное ориентирование, на что я надеюсь. Либо какая-то непонятная штука. Так, если это какой-то алтарь, езди-ка, извиняюсь. Так, не знаю, надо идти дальше. Ребята, я уверен, что... Сломал. Молодой, за что ты зарубил? Я же... Я хочу пить. Я хочу есть. А еще я хочу домой. Какие-то тараканы-мрази эти еще ходят. Кто летает? Ну, хорош, ну. Я уже здесь. Тонно времени. Я устал. Интересно, я хотя бы... Я устал. Я чуть-чуть. Приближаюсь к цели. Мразь. Смразь, смразь, смразь. Смразь. Там полароид лежит. Там лежит полароид. Что это? Что это? Поставлю всю систему, там полароид лежит. Пусть это мразь летит к свету. Это разбираться сам буду. Реально полароид. Я начинаю слышать в наушниках адское жужжание. Что-то летает. Фу, это представь, как противно. Я теряюсь. Какая-то херня, сантиметр 10. Ну, он свеженький. Это прям не с ним нет. Где у него этот... Картридж есть у него? Куда? Тут? Гений на масле. У меня, знаете, такое чувство, что лес превратился в место, куда просто стекаются туристы и так далее. И тут реально делают какие-то артефакты и прочие херняки, которые никак с паранормальными и прочими вообще не связаны. То есть все, вот ночь, вроде бы дорога далеко, ты уже в глубоком лесу, ты не знаешь, что тебя дальше встретит. Провалишься ты куда-нибудь, встретишь ты кого-нибудь. Блин, ну там реально оступиться, нечего делать. Ребят! Просто везде слышу звуки. Смотрите, просто выросла паутина, пока я сидел в палатке. Ей не было. Ребят, я не знаю, это какой-то очень, очень опасный ландшафт. Я очень сильно ударил ногу и раскроил себе весь локоть. Ну да, по темноте еще ходить. Все равно фонарь не всегда передает всю глубину. Смотрите, как будто кто-то стык задирал. Что-то за звуки. Уже почти конец встать. Здесь мне досталось. Ребята, он тут ведет. Человек. Ребята, это человек. Hello, friend. Зачем я это пишу? Why are you doing? Я хочу, чтобы вы знали, что это я. Мне они сделали вып... Я так решил. Лес позволил мне. Лес показал мне, кто я. Но лес, конечно, очень пустой. Очень пустой. Благодарность. Я заплачу. Зачем я пишу это? Это мое... Письмо. Я в... В этом лесу 12 человек. Я буду 13-м. Я вижу... Человека. Excuse me. У меня паника. Натуральная паника внутри меня. Мне идти в другую сторону. Или за ним идти. Идти за ним, чтобы он не наделал каких-то глупостей. Или все-таки выполнять свою задачу и найти Денчика. Так, ребята, я, наверное, пойду за ним. На всякий случай. Это правильный. Мне нужно какую-то глупость. Совершить хочется. Почему он на меня не реагирует? Я говорю, excuse me. Excuse me, sir. Никакой реакции. Почему он никак не реагирует на меня? Мне вообще в другую сторону. Вообще в другую сторону. Мужик, как ты меня задолбал. А вообще человек ли это? Может быть, это призрак? И может быть, я зря все это время был скептиком. Да нет, это человек. Это 100%. Куда ни садишься, там пауки. Размеры с птицу. Сколопендры. И прочая живность. Миленькая. Разве сразу же. Очень. Несколько мифов. Во-первых, ловит ЛТЕ. Второй, относительно компаса. Компас. Это управление. По сути, тут основная фишка, что ты подносишь его к магматической породе, и он начинает сбоить и себя странно вести. И ничего не происходит с ним. Самый главный враги тут насекомые. Слушайте, это невозможно. Это просто невозможно. Если птицы выребчутся, они хотели бы... Пошел. Он дошел? Он дошел, наверное, да? Или не? Слушайте, ну мы вроде вышли на тропу. Может быть, все будет окей, но я на всякий случай за ним прослежу. Блин, я единственное не понимаю, почему он вообще не обращает на меня внимания. Я дорогу слышу. Ну это будет полный тес, если он идет к выходу. Excuse me! Что он тут один делал? Вопрос. Вот что он здесь делает? Я слышу прямо отчет. А что ты здесь делаешь? Скорее всего, он идет к выходу. Если честно, вот правда. Хочу задаться. Позвонить Димону и сказать, что я встретил японца здесь, в лесу. Да, ребят, вон выход. Вон выход. Это пи***ь. Но не может же быть, что я вернулся туда же. Это хоть та же парковка, блядь. Ребят, я... Я пришел туда же, откуда вышел. Ну за круга я походил, получается. Твою мать, блядь. Твою мать. Час потный. У меня руки забились максимально. Пошел японца провожать, чтобы он с собой ничего не сделал. А он меня вывел из леса. Откуда я пришел? Я проиграл. Я не дойду до Денчику. У меня просто не хватит сил. Это радость. Я надеюсь, это Денчик. А не просто Тарин, с которым сейчас ворвется непонятный чувак. Денчик? Дэн? Это ты? Нет, это Денчик, его палатка. Дошел, дошел. Сейчас вода есть. Вода есть сейчас? Нет, сейчас я такой. Алло, вода есть? Вообще не может, да, придется. Он просто спал. Как тебя рад видеть, если че, просто. Я тут уже сидел, хрен знает все. А сколько ты шел? Я не... Хренеть, ты мокрый. Я тебе так скажу. Вот сейчас я точно хочу сказать, что Даник не дойдет. Ну че, репетиция была? Ребят, оказалось, что этот парень отбился от своих друзей. Оказалось, что этот... Парень отбился от своих друзей. Это просто пыль, не? Ребят, Ребят, я знаю, что этот парень отбился от своих друзей. Но это, видимо, группа тинейджеров, которые просто приехали сюда погулять. А я начинаю сначала. Знаете, в какой-то момент уже включает состояние... Вот у меня сейчас такое. Мне уже на самом деле мосикомых, мне уже на самом деле звуки. Я вот иду чисто по компасу и мне вот я его сюда вот положу. Че я так раньше не сделал? Знает. Пошли. Деревья. Деревья. Пошел. В лес. Пошли. Деревья, животные все пошли. Я сейчас... Я все, у меня второе дыхание. Я сейчас дойду. Уверен. Я чисто. Чисто иду по компасу. Да, сука, блядь. Все, больше компаса нет. Я сколько уже километров прошел? Наверное, километров 500. Дед и Дэнчик. Я сначала шел. Шел-шел-шел. Встретил этого японца, который непонятно, что там делал. Следовал за ним, чтобы он, не дай бог, глупости не натворил. Проводил его до самого начала леса, где я начинал. Где я и хочу. Ну, все. Это такой... Куропастый. Он даже не ломается. Обцарапал себе все ноги, обцарапал себе все руки. То, что вы говорите, что я ною, да мне... Хорош! Лимфатический. Еще эти наушники. Слышишь, как... Я не знаю, как мне кажется, вот медведь пернен. Я услышал. Дровосек. Киса. Ади сударь, кстати. Кстати, мы забыли... Ах, хангис. На К. Крематорий. Да ладно. Как же я был рад, когда я в объективе камеры увидел палатку. Денчик! Денчик, это же ты! Это Даник! Даник добрался быстрее, сударь! Денчик! Тут не только Денчик! Вон ты воняешь! Реально ты воняешь, братан! Я реально чуть не заплакал от радости, я тебе серьезно говорю. Я сдержался, чтобы мы со всем... Хорошо, где сударь! Да пошли в ***! Какая тряпка нахрен! Вот вы попробуйте так пройти! Это уже два раза встать шел! Самая лучшая ночь в моей жизни! Я весь в крови! Опять в крови! Подожди! Выключи это, показать его лицо просто! Даник, тебя насиловали? Медведи! Ого! Ни хрена себе! Все, мы сняли! Все! Сударь, нет! Да, сударь, нет! Ты, кстати, пришел второй! Чуваки, я... Я тебя поздравляю! Я встретил японца в середине леса! Я подумал, ну ладно, провожу его! Проводил! До выхода из леса! Проводил! До выхода? Куда он? Из леса, Дим! Где заходил? Бля, эти лесики покры! Стоп, подожди! Ты вышел туда же? Где заходил? Ха-ха-ха! 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 Я в самом начале еще видел японца! Ребята, вы не поверите! Сейчас рядом со мной прошел японец! В центре сейчас этого самого леса уходит человек! Тебе, честно говоря, когда дошел, я думал, ну, типа... Женишься на Денчике! Он меня разбудил! Ой, извините, бля, что мы вас разбудили! Ты думаешь, в палатке очень удобно спать, а ты попробуй! Там корни так... Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Опа! Сюда вернулся! Алло! Даник! 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 Раздупляйся! Раздупляйся! Ты не пришел? Не пришел! Расцел уже! Даник! Даник! У нас чувак не пришел здесь! В этом лесу! Раздуплись! Раздуплись, пожалуйста! Еще девать! Давайте по геометке своей открывай! Смотри, где его геометка! Он уже дома! Ну показывай туда! Вообще он просто... Подожди! Если я заходил, он с той стороны должен прийти! Он показывает геотек туда! Может, Кругля тут дал? Все, вот туда пошли! В день реально! Блин, он очень долго бродил! 7-8 часов бродить по улицу! Это, конечно, веселое путешествие! Особенно учитывая, что ты, блин, без ничего! Без воды! Без еды! Без палатки! Сударь! Сударь! У него может быть... Че? Сударь! 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 Блин! Да ладно! Ты провалился куда-то? Ты почти угадал! Провалился? Провалился? Нет, я не провалился! Я... Обосрался жука! Начал от него... Подскользнулся на камне! И у**лся коленкой и бедром! Какая-то херня! Сантиметров 10, блядь! Блядь! Стука, блядь! А! 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 Ай, блядь! А! 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 Мое бедро... Просто ногу то клинило, то она просто у меня ныло ужасно! Боль разогнуть невозможно! А! Ну понятно, можно... Я так помню весело в Харькове лупанулся ногой! Ну и щикал ты, конечно! На колено даже идет! Всего лишь с жуком! А! Жук победил, сударя! Телефон сел! Надеюсь, парни, додуматься, как можно быстрее найти меня! Простите! Не дошел! Как же я рот у вас видю, пацан! Как же я воняю! Это точно! Помойся, пожалуйста! Мне не нравится такое! Не нравится мне так, блядь! Я столько серьезно! Ну, заспил! Коленка сейчас отошла вроде, но бедро что-то вот прям мышцы болит! Я, конечно, понимал, что в любом случае ребята меня найдут! Учитывая, что у меня есть аэртек, было единственным верным решением остаться сидеть! И не рыпиться! Так, блядь, а нам-то куда? Куда? Мы очень долго об этом мечтали! Ну, самый интересный опыт! Крутой опыт! И как он нас встретил! И как он нас проводил! Место очень неоднозначное! Ну, красиво! Ну, гляньте, как красиво! Это была одна из самых насыщенных поездок в моей жизни, наполненная огромным количеством эмоций и проблем, но мы справились! Это, наряду с перевалом Дятлова, одна из самых опасных поездок в жизни! Я невероятно счастлив, потратив огромное количество сил, огромное количество денег! Спустя огромное количество времени, мы отсняли видос, о котором мечтали! Но, посмотрите, у меня все руки в мурашках, потому что впервые за наше нахождение тут открылась пузыряма! Это как будто знак, ребят, что все будет классно! Круто! Красота! Очень красиво! Это уникальная некая территория с невероятно необычным ландшафтом, необычными растениями! Для меня были необычными, по крайней мере! Вот! Невероятной красоты! А самое главное, знаете, вот тут присмотрите к ней! Вот видите, вот облако! Чуть пониже, присмотрите! Видите? Там кнопка подписки на канал! А почему она красная? Понимаешь, она сереет! Это потому что вы прямо сейчас подписываете! Уже все! А подписки уже не серые, не красные вообще-то! Уже все! Вот, смотрите! Она черная! Ха-ха-ха-ха! И почему мы черную... Вот тоже вопрос! Почему мы черную кнопку делаем серой? Можно вопрос? Что это такое, Ютуб? Я такое не одобряю! На канал выйдет к 15 миллионам! Ты видишь, я такой бы убил бы! Дальше! Потому что впереди вас ждет много всего интересного! Разнос! Просто разнос! Масли! Ну и посмотрите контент на канале Даника! На канале Егорика! На канале Лехи Столярова! В общем, на канале всех из Лиги! Потому что мы привезем очень много эксклюзивного контента из Японии! Для всех! Это... По сути, это... По сути, это... По сути, это... По сути, это... Это... Ну и Дима Маслиников дальше будет еще интереснее! Хороший видос! Хороший видос! Хороший видос! Вот такие места, они очень красивые! Все! Переходите, подписывайтесь на Диму Маслиников! Подписывайтесь на мой канал! Всем удачки! Всем пока-пока! Пау!